Сегодня огромная востребованность справедливости, если бы вы сегодня нам сказали о том, что по краю есть предельно максимальный уровень того или другого тарифа, за который законодательно здесь установлено не имеют права ресурсоснабжающие организации выскакивать, а если мы уходим в детали, мы им даем какой-то маневр, на что мы даем субсидии, где прозрачность того тарифа, который изначально формировалась, она под сомнением, она непрозрачна, она некорректна, если мы возьмемся разбираться. Вот это неверно, понимаете, не должен житель, живущий в крае, платящий налоги получать в одной деревне, на чем бы там эта котельная не работала, понимаете-ка, а он должен получать гарантированно не выше там чего-то, и мы можем в этом зале абсолютно установить эти тарифы для нашей территории, не выше, и здесь уже рассматривать каким-то категориям субсидии, дотации, значит, для того, чтобы поддержать определенные категории. У нас в неизвестности основная базовая, значит, цена, она непрозрачна, а мы на нее делаем субсидию. В одной деревне одно, в другое, даже Вера Егоровна поддерживает ее целиком, у нее язык не поворачивается озвучить разницу, вы представляете, о чем идет речь? А люди знают об этом. Вот от чего нужно. И какой-то график тогда, если вы управляете этим процессами, что в 28-м году ни одной котельной такой не будет, в 30-м не будет такой, в этом году сделаем то-то, это будет надежда и понятная траектория, куда мы идем. Спасибо. Алексей Игоревич, я хотел от имени комитета сказать, если вопросы закончить. Алексей Игоревич, можно? Еще есть вопросы, да, Александр. Ну, у меня вопрос от жителей частного сектора. Мы вернемся когда-нибудь к энерготарифу? Или что людям сказать? Им на следующую зиму менять оборудование угольные котельные свои? Или какое-то движение будет происходить? Мы вот зиму, вот люди, они не эту вот в прошлую осень насушившись, многие не стали менять свои котлы. Сейчас какая у нас будет? На сегодняшний день у нас рассматривается ряд предложений для жителей города Красноярска с точки зрения переоборудования вот электроотопительных установок, которые в индивидуальных жилых домах. К сожалению, тема, которая обсуждалась в прошлом году по установлению льготных тарифов на электрическую энергию, она не нашла поддержки в Федерации, в частности у заместителя председателя правительства Новок Александра Валентиновича и у министра энергетики Российской Федерации. Там основным из аргументов было то, что утверждая льготный тариф, граждане не переделывают, условно говоря, системы отопления и через три года, когда закончится финансирование по программе «Чистый воздух», они вынуждены будут вернуться к отоплению старым способом. Поэтому на сегодняшний день нами по поручению губернатора и правительства разрабатывается тарифное меню, в котором предусмотрены ряд мероприятий, основные из которых подключение к системам централизованного теплоснабжения, там где это возможно, и нами определены радиусы эффективного подключения к теплоснабжению. Предварительно такие услуги проще всего или, условно говоря, подключить можно район поселка Суворовский и Покровки, части Покровки. Установление газового оборудования, имеется в виду газгольдеры и оборудование, включая в квартиры, ну, дома. И мы будем проводить сертификацию твердотопливных котлов, которые имеют иной класс экономической безопасности. Наших местных производителей, порядка трех производителей, мы будем оценивать, сертифицировать в соответствии с законодательством это и принимать решения. Все вот эти предложения, они на сегодняшний день обсуждаются.